Сегодня я буду с вами делиться темой, которая звучит так, задание старейшин в церкви. Может быть, вы еще для этого не готовы, но вы можете что-то получить и изучить с этой темой. Но я хочу попросить вас сделать одну вещь, и это чтобы забыли все традиционные мнения о том, кто такие старейшины. У нас всех есть свое предубеждение, но то, о чем я хочу сегодня с вами говорить, что говорит Писание об этом. Не то, что мы думаем, что оно говорит, возможно, то, чему нас научили, что оно говорит. Но давайте постараемся изучить, что Бог говорит через Писание, и что Он хочет делать в общине. Давайте вспомним, что тема этого ретрита – это командная работа. Это очень важно, когда мы говорим о старейшинах, о лидерском составе в собрании. И первый текст, о котором я хотел бы с вами поделиться, это Матфея 20 глава, 25-28 стих. Но Иисус сказал им, «В Матфея 20 главе, 25-28 стих написано, «Ешуа же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И это очень важный отрывок из Писания, который помогает нам размыслить о том, что такое лидерство. И какие характеристики того, кто находится в лидерском составе. И давайте подметим, что здесь сказано, что в мире лидеры такие. «Они выглядят как диктакторы». Но Ишуа говорит, что «так не должно быть между вами». И это означает, что мы должны откинуть все идеи о лидерстве, которые приходят из мира. Но сквозь года мы взяли эти идеи, которые нам навязывает мир, что дела должны быть в церкви. Я знаю, что я буду говорить о том, что может кого-то привести в печаль. Но я хочу быть очень ясным о том, о чем я говорю. Идея, которую мы имеем о пасторе, не существует в Писании. Я знаю, что это сильное утверждение. И что есть очень много размышлений по этому поводу. Слово «пастор» появляется единожды в Писании, в Ефесянам 4 главе. И это неправильный перевод. И слово, которое там используется, оно, в принципе, то же самое, которое используется для старейшины. Если мы смотрим на раннюю церковь, то мы видим, что там есть старейшины и апостолы. И это значит, что все собрание, вся община, она ведет командой старейшин. И очень важно понимать, что Писание всегда говорит во множественном числе. Оно никогда не является в единственном числе. Но есть в нескольких. Но мы видим, что в Танахе, если вы почитаете все это, когда он говорит о лидерах, большинство времени он говорит о старейшинах. И всегда, если мы смотрим со времен Танаха, то когда говорят о лидерах, то речь идет о старейшинах. И когда Руф пришла к Ваозу узнать, то Ваоз... И когда он хотел узнать насчет ее ситуации, что он сделал. И он пошел к старейшинам города, которые сидели у ворот. И даже в Танахе мы видим этот принцип, который Писание использует слово лидер. Но в Писании мы видим принцип старейшин. И это не всегда идет речь о старых мужчин, которые сидят с палочкой у ворот. Но это те, которые имеют мудрость и зрелые, и могут размышлять. И ключевой момент, который мы здесь видим, что старейшины — это команда, которая работает. Есть очень много, чего я мог бы вам об этом говорить, но которые делают вам определенные выборы. Но на самом деле у меня нет достаточно времени. И в ином случае мы должны будем здесь быть несколько часов. Но старейшины должны работать как... Они должны быть в близкие взаимоотношения друг с другом. Это более чем рабочие взаимоотношения. Это взаимоотношения дружбы. Это семейные взаимоотношения. В первой церкви, которую я вел, мы создали команду старейшин. Мы даже не имели того, кого называли пастырем. Мы сотрудничали как команда, как семья. Мы плавали вместе, мы ходили на пикники вместе. Мы проводили время как семьи. Наши дети росли вместе. Это то, что я верю, библейская картина. Но очень трудно найти сейчас такие случаи. Такой тип взаимоотношений, дружбы, любви. Что говорит Библия о старейшинах? Первый Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стих. Написано. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печать о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую». Здесь мы видим особенные характеристики, каким должен быть старейшина. Я знаю, что во многих переводах используется другое слово «лидер» или «диакон». Но если мы возвращаемся к оригиналу, здесь используется то слово, которое и используется для старейшин. Это также должен быть тот, кто очень посвящен к тому, что Бог хочет, чтобы мы делали. Это не о нас. Это не о том, что мы хотим. Кто глава Церкви? Ешуа. Ешуа – глава Церкви. Он тот, за кем мы должны идти. Ефесянам 5, 23. Ефесянам 5, 23. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава Церкви, и он же – Спаситель тела». Мы должны научиться быть в послушании как лидеры перед Ешуа. Это означает, что мы должны проводить время в молитве, чтобы искать Слово от Бога. Чтобы понимать, что Он хочет. Есть много мест в Писании, где написано, что Ешуа построит свою Церковь. Я знаю, что многие знают этот текст, но используем мы его в практике. Когда Ешуа об этом говорит, Он говорит, что «Я дам вам инструкции, как это сделать». Чтобы сделать это правильным образом. В Голошианах 1, 18. Мы видим еще один текст, который говорит о этом. Также Он – глава Церкви и Мессианской коммуниции. Он – начальник, первый-напрошенный из мертвых, чтобы Он может держать первую place в everything. Написано в Колоссянам 1 глава, 18 стих. И Он есть глава тела к Церкви. Он – начальник, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. И когда мы говорим о том, что такое задание перед старейшинами, это тот, кто должен понимать то, что Бог хочет. Он должен это делать в первую очередь. Потому что оно не будет работать так, как должно. Я видел за последние годы многие собрания, общины, которые отходили. Потому что они не придерживались этому правилу. Правил, что они уверены, что Ишуа ведет их собрание. Собрание – это как тело, которое ведется и кормится своей головой. Что-то произошло с моими мозгами, если произойдет что-то с моими мозгами, какая-то часть тела не будет правильно работать. Несколько лет назад у меня была кровотечения в мозге. И врачи, они были очень вдохновляющими к моей жене. Они сказали, мы не знаем, ли он выживет. И если он выживет, у него будут некоторые ограничения. Он может быть слепой, глухой или не сможет ходить. Но вы видите, что доктора многое не знают. Я еще здесь. Я еще действую. По крайней мере, я надеюсь. Но если что-то происходит здесь, то оно влияет на все тело. Если тело не послушно голове, оно начинает неправильно работать. И если мы приносим эту иллюстрацию на тело Мессии, если мы не послушны голове, то многие вещи будут действовать не так, как должно. И вот какое же ключевое задание для тех, кто хочет быть старейшиной или для тех, кто уже есть старейшиной, это нужно иметь очень близкие взаимоотношения с Иешуа. Это одна из очень важных частей. Потому что без этих взаимоотношений вещи начнут действовать неправильно, происходить неправильно. Но я хочу также сказать, что это не только касается старейшин. Это касается всех вас. Касательно отношений, которые мы имеем с ним, это будет влиять на все, что происходит в нашей жизни. Если у нас хорошие взаимоотношения, если мы можем слышать, что Он хочет от нас, у нас будет способность двигаться вперед так, как Он хочет. Не все призваны быть старейшинами, но все мы призваны быть частью Его тела. И Он хочет использовать нас в этом теле. И что бы вы ни думали, но для каждого из вас есть место в теле. И Он хочет использовать вас на этом месте. Собрание — это не только человеческая организация, но она должна быть живым организмом. Она должна расти. Она должна учиться. Она должна двигаться вперед. Она должна быть под главенством Мессии. Если Ешуа глава церкви, если Он Сын Божий, если Он Божествен, тогда Его народ и люди также должны быть сверхъестественными. Он хочет нас снаряжать для любого задания, в которое Он нас призывает. Это живые взаимоотношения, в которых мы растем. Но это также причина, по которой Церковь не может повторять пример, мирской пример социальной организации. Мы должны позволить своему разуму, своим мыслям обновиться. Мы должны понять, для чего нас Бог создал. И что Он нас создал также творящими. Да, мы сделали определенную структуру. Но нам нужно быть внимательным, чтобы не уйти в этом далеко. Чтобы мы не были зациклены на определенном пути. Как я могу сказать? Да, чтобы мы не были зациклены на определенной тропинке или дороге. Когда лошади в прошлые времена шли, то у них была определенная тропинка. И машина, когда ехала по этой дороге, должна была попасть в эти тропинки. Но мы должны понять, чтобы мы не попали в подобную ситуацию. У Бога есть дела, которые мы должны исполнять. Наша традиция и структура не должна быть такая, которую мы не могли бы изменить. Бог иногда меняет. Он меняет пути. И для тех, кто хочет быть в лидерском составе, он должен быть гибким к водительству Иешуа. Мы также должны помнить, что Писание говорит, что каждый член тела Мессии это священник. Первое Петра 2, 9. Первое Петра 2, 9. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Но этот стих говорит о том, что мы многое не видели и не понимали. И это зависит от того, как оно переведено в нашем переводе. И как сказано, что вы род избранный, народ святой. Но как написано в непосредственном переводе из оригинала, то это люди, которые посвящены Богу. В современном языке это Бог владеет вами. Вы были куплены кровью Иешуа. Он заплатил цену, которую вы не должны платить. В этом смысле Он владеет вами. Вы принадлежите Ему. И если вы принадлежите Ему, у Него для вас есть призвание. И это определяет Его... Это Его прославляет. Помогите, Лиза. Спасибо. Мы должны понимать эти вещи, потому что это говорит что каждый из нас имеет свое место. Но это все под Его покровительством. Он призвал нас в Его служение. Итак, если вы хотите быть использованными, вы должны стать слугами. Иногда мы говорим, я не хочу быть слугой, я хочу быть лидером. но лидер это слуги, это слуга. Старейшины, они должны быть слугами. Я не знаю, как это здесь происходит, я не хочу комментировать, но я знаю, как оно там происходит, откуда я пришел. что идея быть слугой, она не живет сейчас во многих. Я это могу сказать, да. Я руководитель. Вы должны слушать меня. Это позиция многих. Но это не сказано в Писании. Нам нужно иметь вот это сердце слуги, чтобы быть готовым, использованным Его Царством. The New Testament does not recognize a particular clergy. Yeah, I can't give you another word for this. Okay. This idea of... I don't want to use the word pastor, because I know I will offend somebody. But this idea of... How can I put it? A structure where you have someone who is so called above the others. Есть структура, да, и есть человек, который наивыше всех. И Новый Завет, он не дает нам такое понимание структуры. Let me put it in a... Maybe in a sense, you have what we call the established churches, okay? Catholic, Anglican, Orthodox. У нас есть уже традиционные церкви, католические, католическая, православная. А у них есть священники, у них есть епископы, и есть старшие священники. И у католической церкви есть папа. На английском языке мы говорим, что это иерархия. Спасибо. Но Новый Завет, он об этом не говорит. Это семья, которая работает вместе. И мы равны. У нас есть одна проблема в Финляндии. И я надеюсь, что они не увидят это видео, потому что они меня распнут. Но мы имеем что-то в Финляндии. Потому что пасторы, они переходят с одной церкви в другую. они остаются в одной церкви на 4-5 лет и потом двигаются дальше. Это также не библейская модель. Когда ты становишься церковным лидером, и если ты не остаешься, но по причине этой системы, у них развилась вот эта идея, которую я называю поклонение пасторе. когда я использую это слово, они начинают кричать. Но пастор становится всем. Мы должны иметь пастора. Это не означает, что он делает все, но в их глазах он имеет очень огромную ценность, которая не библейская. мы должны понимать, что мы здесь для того, чтобы формировать тело Мессии. В 1-м Тимоте 2-я глава 5-й стих сказано «Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус». Я прожил около 30 лет в Бельгии. Это страна католическая. И мне стал очень близок образ мышления католиков. И католические священники думали, что я посредник между ними и Богом. Полностью противоречит Писанию. Основанное на 2-й главе Тимофея. У нас есть непосредственная связь с Богом. По причине того, что Ишуа сделал. Он дал нам возможность приходить к трону Бога. Но это не так, как оно должно было быть. Каждый верующий он слуга. Это не означает, что есть определенные обязанности, которые даются людям. пятикратное служение. Я верю, что есть пятикратное служение. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. Я верю, что это необходимая структура лидеров церкви. Если вы читаете Эфесянам 4 главу с 11 по 12 стих, И там сказано, что Бог дал этих служителей для служения. Этих пять служений. И я считаю, что важно искать вот эти пять служений в каждом собрании. Чтобы они работали. И это означает, что ваша лидерская команда должна состоять как минимум с пяти человек. И в церкви, в которой сейчас я нахожусь, есть восемь старейшим. И это означает, что некоторые из вещей, они дублируются. И поэтому мы имеем два евангелиста и несколько учителей. Возможно, одного апостола. Но все эти дары и служения, они действуют в собрании. Я верю, что это Божье действие. И то, что мы находим в ранней церкви, что эти являются и называются жителей в собрании. Они являются в ранней церкви. В ранней церкви мы находим в Писании список лидеров в разных собраниях. и мы находим упомянутыми эти пять служений. Я знаю, что мое положение, моя позиция отличается от многих. Но я ищу в Писании, не в традиции. Если вы хотите сделать это по-другому, вы, конечно, можете. видеть Бога, который действует в своей силе, мы должны слушать то, что написано в Писании. Итак, задание старейшим это снаряжать верующих в собрании для работы служения для блага тела. Я повторю. Задание старейшим снаряжать верующих для работы служения для блага тела Мессии. Это ключевое определение. Если мы хотим понимать, какая их функция, какое их задание. Как мы уже сказали, Мессия, Он глава. Я не знаю, когда мы должны закончить, это моя проблема. Мне всегда не хватает времени. Мы сказали, что под Мессией это лидерская команда собрания. И по этой причине у них есть власть. Но они не имели бы этой власти, которая дана им по Писанию. Старейшины, они не выше, чем Писание и не выше, чем работа Духа Святого. Они должны быть подчинены воле Божьей. Они должны быть под Его руководством. И тогда у них будет способность решать вопросы веры и жизни. они должны быть теми, к которым мы должны обращаться, чтобы получить правильные ответы. но также они должны быть в согласии с Богом. решать вопросы, связанные с собранием. под водительством Ишуа, Духа Святого и Слова. На следующей сессии я буду говорить об этом вопросе. Мы должны понимать, что если они растут во зрелости, то они меняются. Они должны быть достаточно смиренными, если они не могут найти решение чтобы найти тех, кто помогут им принять эти решения. Их работа заключается также в том, чтобы вдохновлять. очень часто мы видим в старейшинах тех людей, которые имеют неправильные идеи. И те люди, которые ищут и смотрят, кто ошибается. вот-вот я нашел. И потом они начинают опускать или демотивировать людей. Но на самом деле они должны вдохновлять. Да, они должны корректировать других, но как они это делают? есть два взгляда на вещи. Мы всегда можем искать негатив, и также можем искать то, что позитивно, чтобы вдохновить это. И потом люди будут расти и взрослеть. мой метод заключается в том, что я позволяю людям делать вещи, и после того я говорю с ними. Я говорю, ты сделал это очень хорошо, но потом я говорю, что ты можешь попробовать по-другому в следующий раз. И вы делаете это очень позитивно, чтобы они могли расти во зрелости. И это очень важно, чтобы лидеры, старейшины, они были вдохновителями. В каждом собрании он призвали тех, кого он хочет, чтобы кормить и вести церковь как слуг Мессии. старейшина старейшина это также призвание. Писание говорит, что нужно желать быть в лидерах, но это не касается для всех. однажды я делал тест на духовные дары, это было удивительно. В одном случае, я не знаю, как это произошло, но каждый был лидером. Но это невозможно. Бог хочет, собрание, оно работало. И нужны разные дары, разные таланты для этого. Но мы должны понимать следующее. Каждый из нас равен перед Богом. Нет отличий. То, что я научился, если вы делаете что-то для Господа в собрании, неважно, что это, это важно и должно быть видно таким образом. Мы часто имеем очень часто идею, что люди желают чего-то, потому что это приводит их к более духовным. Но мы должны понимать, что перед Богом и неважно какой у вас дар мы равны друг с другом. Бог ценит каждого из нас. И неважно что он дал нам сделать. Мы должны понимать это. Это важно для нашего роста. если мы понимаем, что все дети Божьи это священники и слуги Бога и по этой причине все равны. И неважно, что вы имеете, вы это получили. И почему вы должны об этом переживать? я не лучше, кто-либо из вас. У меня есть место, которое Бог дал мне. Оно было дано мне. Не заработано. Он мне его дал. и я благодарен за это. И если я могу помочь людям с этим даром, это приносит мне великую радость. Потому что я хочу видеть людей, которые растут. Я хочу рассказать вам короткую историю. когда мы начали первое собрание в Бельгии, и там был молодой человек, которому было около 18 лет, он стал верующим, и он был в моей группе обучения, и я увидел, что у него есть талант по Писанию. и я начал его вдохновлять. И в один момент, через несколько лет, он был намного лучше, чем я был. Я мог быть грустным по этому поводу, но я был счастлив. Я был счастлив в виде кого-то, кто стал более взрослее. Он ходящий библейской энциклопедии. Вы спросите и он скажет вам главу, стих, страницу. Я это не могу делать. Я могу сказать это для тебя. Он сказал это для тебя. Спасибо. Это написано. Я чувствовал единство с Ишуа. Почему? Ишуа. читать Новый Звет, Ишуа всегда говорит это написано. Он никогда не говорил где это. Он не цитировал местописание. Он просто говорил это написано. И это для вас, чтобы вы изучали где оно есть. почему это хорошие вещи. Потому что нужно читать Писание. Поэтому изучайте говорю ли я вам правду. Писание говорит проверяйте все вещи. Вы сейчас сидите хорошо слушая. Я надеюсь что это заходит в внутрь. Но я могу допускать ошибки. Я несовершенен. В Писании сказано о группе людей которые называются Борейнс. Да? Я думаю он должен читать больше Библии. Борейнс. 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 И в Писании сказано о них что им нужно изучать больше Писания чтобы увидеть то что говорит Павел это правда. Павел проверяли это означает что меня тоже нужно проверять. и то что я хочу чтобы вы поняли что у Бога есть призвание разное призвание для разных людей. Мы должны почитать уважать наших лидеров но мы не должны их ставить на пьедестал. Окей? Сделать их неприкосновенными. Каждый из нас может допускать ошибки. Если мы это понимаем мы можем стать смиренными и расти. Старейшины призваны чтобы смотреть за стадом смотреть за овцами не наказывать их но вести их и направлять чтобы они могли идти в правильном направлении. Они показывают направление чтобы вдохновить чтобы они действовали как пример они должны учить и они должны помогать расти каждому из нас в своих служениях. Они также должны помогать понять собрание что такое Божья воля. Они должны смотреть за доктринами и моралью. Они должны показывать направление в том что есть правильно и неправильно на основании Писания. Лидеры ранней церкви были все старейшины. Лидерство старейшин была единственной формой лидерства в те времена. Если вы смотрите в Писании и там была только единственная форма лидерства и это команда старейшин которые смотрят за собранием. Они строились на форме основания базис на котором собрание могло расти. Каждое собрание действует немного по-разному. Но это то что они имеют общее. Это команда лидеров. Мы можем увидеть это в Писании Деяния 15 глава 22 стих где говорят о собрании в Иерусалиме. Окей. 22. Тогда апостолы и пресвитеры со своей церковью рассудили избрав из среды себе мужей послать их в Антиохию с Павлом и Варнавуя. Именно Иуду прозываемого Варсавуя и силу мужей начальствующих между братьями. Иуду окей начали службу служение. И здесь мы видим тех кто начал служение. В этом случае они избрали Саула и Варнаву. И также они послали Иуду, Варсаву и Силу. И поэтому они определили, кто будет вовлечен в служение. Согласно тех даров, которые они определили. Как я уже сказал, что это одно из тех вещей, которые они должны делать. Они должны смотреть, какой дар действует в вас. Чтобы помочь потом возрастать в этом даре. И потом помещать в то место, где вы можете действовать в этом даре. В Деянии 20 главе 17 стих мы видим церковь, которая действует в Милите. Из Милита же послав в Эфес, он призвал пресвитера в церкви. И то, что мы должны понять, что есть очень ясная картина лидерства. И задание их это ввести и кормить собрания. И мы сейчас остановимся, а потом чуть позже продолжим. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты.